Олеся Яхно, политолог у нас в гостях. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, не спали или утром посмотрели все? Я проспал, честно скажу, утром посмотрел. Как впечатление? Я тоже утром. Я тоже посмотрела утром, да, скажу честно. Ну, наверное, как и у многих, есть легкое разочарование. В том смысле, что содержательно мало что нового прозвучало, и это как раз нормально. Байден подтвердил как бы ту линию и ту позицию по многим вопросам, которые мы слышали. Трамп, в общем-то, тоже повторил, акцентируя внимание на тех вопросах, которые он считает важными. Там прежде всего миграция, там было много внутренней проблематики. Единственное, что все-таки удалось получить ответ от Трампа относительно того, согласен ли он со сделкой, условно говоря, да, сделкой или там мирным планом, в кавычках, который предложил Путин? Трамп ответил не сразу, но все-таки ответил, что нет. И это, наверное, такое вот новшество. Но разочаровали ли дебаты в каком-то смысле, что действительно не было, наверное, этой бодрости? И я тут соглашусь со многими американскими наблюдателями, экспертами, которые говорят, что, собственно, обе партии, и демократическое, и республиканское, наверное, хотели бы видеть в возрастном смысле более динамичных кандидатов, я бы так сказала. И в том смысле, что вот это во многом риторика, которая длится еще с предыдущих выборов, чувствуется, да, это обида Трампа, который не согласен был тогда с победой Джо Байдена. И не зря прозвучал вопрос, на который, кстати, так и внятного ответа не было относительно того, признает ли Трамп результаты выборов, какие бы они ни были. Это был вопрос уже в конце, он ответил как-то очень абстрактно. То есть многое было из предыдущей повестки, и в этом смысле, наверное, ну, мало что было новое. Ну, а то, что говорят, как бы многие, опять же, американские эксперты о том, что Байден, или вот относительно Байдена внутри и самой команды, да, есть такой вызов, насколько действительно хватит энергии воплощать там те принципы, с которыми мы согласны в случае его победы в следующие четыре года. А относительно Трампа звучит, это если совсем так коротко охарактеризовать, относительно Трампа звучит риск того, что вот этот как бы запрос на быстрый результат, что можно сделать быстро это, и можно быстро завершить войну, если бы был бы Трамп, то при нем бы и не было войны, как он говорит. Это тоже вот этот запрос на легкость результата в сложных вопросах, а война все-таки носит глобальный характер, тоже таит много, ну, неопределенностей. И, наверное, кто бы не победил из этих двух кандидатов на выборах, я думаю, что вопрос лидерства и в демократической партии, и в республиканской, в моем случае, будет стоять в ближайшие годы. И то, собственно, ради чего затевались эти дебаты так рано, мне кажется, что демократическая, команда демократического кандидата хотела повысить явку, а команда республиканского кандидата хотела охватить тех, кто не голосовал за Трампа в 2020 году, но кто сейчас, может быть, не голосовал бы за демократов. И мне кажется, что обе команды, они, наверное, не достигли своего результата. Но в любом случае мы наблюдаем за выборами. Для нас любой результат, который будет рассматриваться с точки зрения политики и, прежде всего, касающейся Украины и России, и мне кажется, что ввиду того, как происходят президентские выборы и что показали дебаты, для нас очень важно, чтобы возможная новая стратегия Запада, где, безусловно, Соединенные Штаты играют одну из самых важных ролей как такое мобилизующее начало, как маркер позиции в целом, чтобы эта стратегия все-таки сложилась до президентских выборов. Потому что в любом случае есть риск вокруг двух кандидатов, которые мы имеем. Мы не знаем, какой будет политика до конца Трампа, и мы не знаем, насколько хватит энергии президенту Байдену в случае его победы для реализации тех или иных направлений. Поэтому вот эта дискуссия, которая очень часто звучит применительно к США, применительно к войне, применительно к Западу, о том, что появится или сменится поведение Запада до президентских в США или после выборов, когда будет новая команда, я думаю, что сейчас возникает все больше запрос, чтобы это возможное новое видение или, скорее, новый подход к войне все-таки был сформирован до конца каденции Джозефа Байдена, потому что потом, как я сказала, есть много разных рисков. Но также, я думаю, что эти дебаты, они наглядно показали, ну, собственно, лидерам других государств европейских о том, что кроме США и понимания того, что по многим направлениям не может другая страна заменить Соединенные Штаты в сфере безопасности. И тем не менее, все-таки, я думаю, что вот этот риск президентских выборов, он учитывается во многих странах и прежде всего в Европе. И хотелось бы, чтобы этот риск был отображен все-таки и непосредственно на уровне политики. Я и говорю про НАТО, я и говорю про ЕС, я и говорю про союзы локальные, региональные в рамках НАТО и Европейского Союза. Ну, а возвращаясь к дебатам, я, опять же, прочитав много разных оценок, все-таки я считаю, что если совокупно взять и содержание, и форму, то, наверное, это все-таки была ничья. Хотя, ну, внутри самих Штатов, я повторюсь, мне кажется, здесь есть больший запрос и к кандидату от демократов, и к кандидату от республиканцев. Бывший президент США Дональд Трамп назвал условия мира в Украине, которые выдвинул Путин, неприемлемыми. Об этом он заявил в ходе дебата с Джо Байденом в студии телеканала CNN. Напомню, 14 июня, за день до саммита мира в Швейцарии, Путин потребовал от Украины отдать России все территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Также заявил, что для прекращения огня Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Олеся, можно ли сказать, что Трамп эволюционировал в украинском вопросе, изменил свои подходы? И означает ли это, что у него действительно есть какой-то план, или все это риторические приемы? Ну, я бы не говорила, что столько эволюционировал, сколько то, что этот подход и это видение, и если мы говорим о конкретном плане, то он только формируется. Все предыдущие заявления, когда Трамп говорил, что он может завершить войну за 24 часа, что администрация Байдена делает что-то неправильно, вот Байден знает, как завершить войну, и что при нем вообще не было бы войны. Это все слова, заявления, но это нельзя считать планом. И мне кажется, что сейчас план, он только начинает у команды Трампа формироваться. И когда Трамп говорит о завершении войны, скорее всего, речь идет не о завершении войны, как о достижении мира, тем более справедливого мира, потому что здесь вряд ли найдется лидер западного государства, в частности США, который скажет, что мира нужно достигать не основываясь на международном праве и на уставе ООН. Речь, скорее всего, идет, возможно, о приостановке активной фазы войны с тем, чтобы дальше продвигаться по дипломатическому формату поиска мира. Я думаю, что об этом идет речь. Но это ни в коей мере не отменяет необходимости военной помощи. И то, что Трамп сказал, там в этом плане прозвучало, что если Украина не вступит в переговоры, то мы там не будем мирные переговоры предоставлять военную помощь, а если Россия не вступит, то мы будем, наоборот, еще больше предоставлять помощь Украине. Но вот эта фраза, она говорит о том, что только начинает формироваться план у команды Путина, потому что под словосочетанием «вступить в переговоры» можно понимать все, что угодно. Собственно, сам факт, то, что Украина на саммите мира в Швейцарии сформировала позиции и Швейцария сказала, что она эти позиции передаст представителю Российской Федерации, это уже можно считать со стороны Украины и других стран, которые поддерживают украинский подход, предложение России участвовать в переговорах, но в таком формате и в том видении справедливого мира, который рассматривают Украина и союзники Украины. Поэтому это тоже можно считать, как куда вступить в переговоры. Но это отнюдь не означает, что такие переговоры будут иметь результат. Поэтому я думаю, что со временем вот эти две позиции, возможность остановки активной фазы войны, например, обстрела украинской инфраструктуры. Но это вовсе не означает, что это будет движение или достижение мира. Это только может стать одной из предпосылок для того, чтобы дальше обсуждать мир. Но опять же, для того, чтобы такие предпосылки возникли, кроме того, необходима и действительно демонстрация военного или возможности военного преимущества Украины. То есть если у Украины не будет достаточно ресурсов и прежде всего, если мы говорим не только о количестве, но и о качестве современных видов вооружений, то у России тем более тогда не будет никакого стимула не просто говорить о мире, а даже говорить о какой-то точке, где можно вообще начинать мирный процесс. То есть для этого должны быть созданы предпосылки. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что у Трампа только эта позиция формируется. Честно говоря, и у действующей администрации, если мы говорим именно о видении мира, как и в целом на Западе, это видение только глобально, оно только формируется. Недавно было интервью Курта Болкера, который сказал, что на сегодня помощь США является абсолютно необходимой. И как показали реалии, я имею ввиду задержку нового пакета помощи в Конгрессе, заменить американскую помощь вряд ли может другая страна. Но при этом Курт Болкер сказал, что все-таки на сегодня Штаты предоставляют только самое необходимое Украине, которое не позволяет России выиграть. Но чтобы Украина победила, для этого в целом Запад должен изменить свой подход, он должен преодолеть психологические боязни и принять политическое решение. Я думаю, что Запад только к этому движется. И возможно, кстати говоря, эти дебаты станут стимулом для многих стран, может и внутри самих США, чтобы усилить этот процесс ввиду того, что в следующем году может быть еще больше вызова виристов уже для самого Запада. Олеся, вам огромное спасибо, да, спасибо за ваши комментарии. Олеся Яхно, политолог, была с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова